Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Бенышева. Денансация дружбы. Из каких международных договоров готова выйти Украина ради безопасности? Сирийская неопределенность. Трамп сменил тон заявления о военной операции. Что бы это значило? Вирусная атака. Во Львове вспышки кори в колледже и на заводе. Ждать ли эпидемии? Украина намерена окончательно покинуть СНГ, прекратить действия отдельных положений договора о дружбе с Россией и продолжить свой путь в НАТО. Все эти месседжи Петра Порошенко прозвучали сегодня на Киевском форуме по безопасности. Все подробности расскажет Ольга Теребинская. Украина готовится разорвать связи с содружеством независимых государств. Киев намерен выйти из всех органов управления СНГ, заявил президент Петр Порошенко. Зоглядно на то, что Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ, и от этого структура СНГ засудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы спольно с урядом подготовили пропозицию о официальном прекращении нашей участии в статутных органах СНГ. Петр Порошенко также призвал иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства СРФ и заявил, что внесет на рассмотрение парламента законопроект о приостановлении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Но в то же время он считает, что полностью отменять документ нельзя. Бои важливыми для Украины положения, в каких стороны, я цитую, поважают территориальную целесность одна одной, стороны подтверждают непорушность существующих между ними кордонов. Хочу подкреслить, что, соответственно, до норм международного права, все положения договора залишаются чинными, независимо от будущего аннулирования Рады, ее отдельных положений. Предоставление Украине летального вооружения – это сдерживающий фактор для Российской Федерации, заявил президент. И такую помощь нужно увеличивать. До нас еще даже не надеялась оружие, а российские танкисты отмываются выводить свои танки, почувавши, что эта оружие может быть у нас на оружии. И, как будто, эта летальная оружие, она рятует жизнь украинских воинов и украинских цивильных. Это надзвучайно важливо. Мы должны дальше помогать Украине, поставляя летальное оружие. И не для того, чтобы показать всему миру, что поощряем войну. Нет, мы хотим обороняться. Сейчас настало время для четких и эффективных действий, которые позволят остановить российскую агрессию. Об этом, в свою очередь, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Самое главное – это адекватность принятия ситуации. Мы должны правильно прогнозировать будущее. Мы должны адекватно действовать. У нас есть несколько шляхов, а мы можем переконять врага остановиться. А мы должны должны его остановиться, вернуться в межи своей страны и стать частью цивилизованного света. Завтра Киевский форум по безопасности продолжит свою работу. Там ожидаются десятки выступлений украинских министров, депутатов, общественников и представителей международных организаций. Ольга Теревинска, Евгений Каминский. Подробности – телеканал «Интер». Многозначительная пауза. США продолжают стягивать силы ближе к Сирии. Президент Трамп пропустил свой же дедлайн для начала военной операции. Похоже, готов забрать свои слова обратно. А союзники Америки все еще решают, поддерживать ли Вашингтон. Все детали в материале Дмитрия Анопченко. Дмитрия Анопченко. Если она, конечно, состоится. А сомнения в этом появились после странного твита Дональда Трампа. Политик, который сам сказал, что примет решение о начале спецоперации за 48 часов, теперь, похоже, берет свои слова обратно. Никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не скоро. В любом случае, США при моей администрации проделали хорошую работу по избавлению региона от ИГИЛ. Где наша «Спасибо, Америка»? Причина таких слов в том числе и ситуация, когда в союзниках согласия нет. Через совбез ООН решение о бомбардировках не провести. Там у России есть право вето. Для Белого дома очень важно, чтобы сирийская кампания в глазах всего мира не была лишь операцией США. Трампу нужна открытая международная поддержка. Хотя бы коалиция с Лондоном и Парижем. Президент Франции в эфире ТФ-1 сообщил, в Париже получили доказательства использования химоружия. Но от ответа на прямой вопрос, когда будет принято решение о военном участии его страны, все-таки ушел. У нас есть доказательства от того, что 10 дней назад было использовано химическое оружие, предположительно хлорин. С президентом США я почти каждый день связываюсь. А наше решение, мы примем его в свое время, тогда, когда это будет наиболее полезным и эффективным. Доказательства получили и в Лондоне, но потребовали больше неопровержимых улик, выяснила газета «Таймс». Как раз сегодня правительство Ее Величества назначило заседание, чтобы обсудить применение силы. Самолеты британских ВВС на Кипре в полной готовности для нанесения удара по Сирии. Газета «Телеграф» пишет, что Тереза Мэй также отдала приказ направить к берегам Сирии британские подлодки. Но формального решения не было. И, по-видимому, лишь услышав, ЕС из Лондона и ВИ из Парижа в Велом доме отдадут команду своим войскам. А случиться это может в любое время. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Очередной транш от МВФ. Два миллиарда долларов может поступить в Украину уже в середине лета. Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб. Также НБУ ждет два кредита от Европейского Союза и Всемирного банка. Таким образом, регулятор намерен увеличить международные резервы почти до 22 миллиардов к концу нынешнего года. И это должно положительно сказаться и на основных макроэкономических показателях. В Полтаве на акцию протеста к зданию прокуратуры вышли более 2000 человек. Члены профсоюзов из 15 областных центров не согласны с решением суда о передаче Дома профсоюзов области органам прокуратуры. Возле областного хозяйственного суда активисты развернули пикет, но ни судья Василий Кульбаба, ни остальные служители Фемиды, которые принимали это решение об отчуждении имущества профсоюзов в пользу прокуроров, к людям, к сожалению, так и не вышли. Мы будем противостоять. Мы будем защищать тех, кто защищает простых людей. На областной раде за нашу инициативу, инициативу социал-демократичной, социалистичной партии, все депутаты проголосовали за то, чтобы обратиться к уряду, к президенту, обратиться к Генеральной прокуратуры, чтобы прибрали руки от украинских проспилок. На нашей стороне европейские проспилки, ассоциации, проспилок, где миллионы людей в России в Европе станут так же на защиту проспилок украинских. Укрзалезницы под прицелом ГПУ в главный офис пришли с обысками по делу о злоупотреблениях на госпредприятии. Как сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, речь идет о незаконном присвоении средств, предназначенных для ремонта дизель-поездов. В рамках этого производства о подозрении сообщили 14 должностным лицам. В пресс-службе предприятия заявили, что сотрудничают со следствием, но что конкретно искали правоохранители, не рассказывают. С обысками пришли и на вагоноремонтное предприятие «Экспресс» в Жмеринке. Оно не входит в структуру укрзалезницы. Это частная компания, она выполнила всего два контракта с монополистом, причем оба прошли через систему Прозора. Тем не менее, на заводе провели выемку документов. По словам работников, изъяли печати и бумаги, которые не относятся к этим двум договорам. Сотрудники компании намерены обратиться к премьер-министру. По их мнению, предприятие пытается захватить руководство Министерства инфраструктуры и Укрзалезницы, причем в пользу третьих лиц. И делают они это, опять же, по словам сотрудников предприятия, руками следователей прокуратуры. Мы будем следить за ситуацией и обязательно подготовим материал на эту тему. Мэру Одессы Геннадию Труханову вернут внутренний паспорт. Заграничный останется у правоохранителей. Меру пресечения продлили на два месяца. Это решение Соломинского районного суда. Ранее, я напомню, Труханова выпустили на пороке народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Одесского градоначальника подозревают в махинациях с недвижимостью, хотя ходатайство антикоррупционной прокуратуры суд удовлетворил только частично. Обвинение с этим решением согласно. Паспорт гражданина Украины в певных случаях необходим для пересувания территории Украины. И с рассчитыванием того, что скасованный обязан оставить межи города Одессы без дозвола детектива, прокурора или суду, то, в основном, логично выглядит и обязан повернуть паспорт гражданина Украины. Я в целом не согласен с подозрением. Я не для того сегодня активно сотрудничаю со следствием, давая все прояснения, для того, чтобы воспользоваться какими-то возможностями уехать куда-либо. На отставке исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун продолжает настаивать оппозиционный блок. Напомню, постановление этой политической силы о ее увольнении утвердили на прошлой неделе на заседании профильного комитета Верховной Рады. Постановление в парламенте, которое зарегистрировано нами, 56-42, об ее отставке, это своего рода толчок, потому что она, как исполняющая обязанности, увольняется решением Кабинета Министров. И это сигнал Кабинету Министров, что пора с ней расставаться, поскольку дело идет к созданию просто медицинского геноцида в стране. Сегодня на наших глазах медицина как таковая вообще ликвидируется. И ее абсолютно безумная инициатива по ликвидации скорой помощи, отсутствие элементарной вакцинации и появление эпидемии, которые мы недавно еще не знали, что они такие вообще существуют. Надо менять медицину, надо вводить классическую страховую медицину, так как это сделано везде в Европе. Не выдумывать велосипед, не придумывать никакие агентства по распределению денег, что придумали сегодня, которая в ручном режиме будет распределять 97 миллиардов гривен весь бюджет министерства. А в Мариинском парке продолжается история с постановочными митингами, цель которых либо попиариться, либо, как считают эксперты, сохранить в кресле Ульяну Супрун. Превращая вопрос, волнующий миллион украинцев, это реформирование медицины, в проплаченный балаган. Мусор, пустые бутылки и поломанные лавочки – это все, что оставил после себя вчерашний фейковый митинг партии «За життя». Грозились выйти под Минздравы сегодня, но то ли заказчики разочаровались, то ли Рабинович по привычке финансы потратил на собственные нужды. В общем, акцию протеста просто слили. Еще вчера с голубых экранов Рабинович утверждал, что акция бессрочная, стоять будет до победного конца. Пенсионерка Мария Ивановна прониклась популистскими заявлениями нардепа. Говорит, сегодня пришла к Минздраву и удивилась. По телевизору показывали, что Рабинович там такой сякой, деньги собирает, там что-то такое. Кстати, я тоже пришла посмотреть, что это. А тут, оказывается, наркотики. Политологи шутливо называют акции партии «За життя» передвижным цирком Рабиновича. Ранее мы выяснили, что митинг был проплаченным. При этом на руки участникам выдавали всего по 30 гривен. Прошлогодние летние акции нардепа возле Нацбанка обходились дороже. Тогда каждому присутствующему по списку платили по 150 гривен. Но, несмотря на громкие заявления, акции неожиданно прервались. Эксперты не исключают, что Рабинович деньги спонсоров, выданные на протесты, мог положить себе в карман. Либо же заказчик проплаченного митинга разуверился в исполнителе. Прежде всего надо учитывать, что стиль Рабиновича – это театрализованные политические шоу. Нанимают массовку. Те же пенсионеры, в основном преимущественно пенсионеры, за деньги. Дальше есть организаторы, есть кричалки, есть модераторы всего этого действия. Это театрализованное политическое шоу. Это постановочное шоу. Поэтому это спектакль. Спектакль для телекамер и спектакль для публики. Более того, утверждает Фисенко, эта ситуация может сыграть на руку Ульяне Супрун. И даже укрепить ее шаткие позиции. И вот эти шоу, они никоим образом не повлияют на судьбу Супрун. Действительно, как-то непарадоксально. Они могут даже укрепить ее позиции, потому что значительная часть сторонников медицинской реформы, сторонников нынешней коалиции, либо сторонников Майдана воспринимают Рабиновича как чужака, как врага. И для многих это индикатор. Ему может не нравиться Супрун, может не нравиться медицинская реформа. Но раз Рабинович выступает против, то тогда мы скорее поддержим Супрун, нежели Рабинович. В свою очередь, эксперты не исключают, что митинги Рабиновича – это инициатива действующей власти. А сам нардеп не более, чем политическая марионетка. Разговоры об этом шли. Шли разговоры об этом именно, опять же таки, исходя из митингов под стенами НБУ. Для чего? Для того, чтобы сначала была контролируемая оппозиция. То есть люди уже заняли пространство, люди заняли идею, они митингуют. Для новых сил по этой же тематике уже места под стенами НБУ не было. На сегодня митинг под стенами МОЗа – это тоже может быть контролируемая акция. У Вадима Рабиновича есть израильский паспорт, о чем говорили общественники и народные депутаты. И по мнению политологов, отсутствие реакции на это, в отличие от дела бывшего нардепа Артеменко, которого лишили мандата и гражданства, позволяет допустить, что все это неспроста. И в деятельности Вадима Рабиновича заинтересован кто-то из высших эшелонов действующей власти. Ольга Самарска, Андрей Максимов, подробности, телеканал Интер. Вспышка кори в Львовской области. Каждый день в больнице доставляют около 10 пациентов. В основном это дети. С начала года переболели, я напомню, 900 человек. Можно ли говорить об очередной вспышке, выясняла Галина Якушко. Можно говорить, что в области уже эпидемия. Завод по производству кожаных сидений для автомобилей в 10 километрах от его. Корь подхватили уже 24 сотрудника и больных становится все больше. Администрация предприятия обещает провести профилактику за свой счет. В понедельник начнут колоть иммуноглобулин. Это будет очень дорого, потому что одна доза вакцины стоит примерно 130 гривен. Если рассчитать, что там работает 1800 человек, ну, пусть будет часть, когда перехорелась, часть щепленных. Но грубо говоря, если взять тысячу человек на 130 гривен, это у нас получается сколько? 130 тысяч. Правда, сами сотрудники вспышки кори на предприятии ничего не слышали. С журналистами общаются неохотно. У нас тут складок у кори не много. Львовский государственный колледж декоративного и прикладного искусства. Корь здесь подхватили сразу 6 студентов. Большинство доставили в больницу. Станых всех, або средней важкости, або уже наближенные до задовольного, они одужуют. Почти все заболевшие первокурсники, как только одногруппники узнали об этом, побежали в поликлинику. Ну, щеплення робим. Так. У нас казалось, что от щеплення не имеет такой вырогидности захвореть. Практически все первокурсники несовершеннолетние. Для них прививки бесплатно. Для студентов старших курсов вакцины нет. Проводить профилактику болезни и моноглобулином, как это делают на заводе, дирекция колледжа не собирается. Я думаю, что у нас кошки потягнем. Мы державная установка. Тем временем, на прошлой неделе от кори умерла трехлетняя девочка. Такая информация появилась сегодня на сайте Минздрава. Вирус за осложнение на бронхи. Это первый случай смерти от кори во Львове за два года. Большинство родителей плановую вакцинацию игнорируют. В области привиты только 20% детей. Гриные кошки, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер Львов. Орудия крупного калибра и бронетехника. Боевики на Донбассе не ослабляют натиск на украинские позиции. За сегодня 28 обстрелов. Запрещенные минометы противник использовал возле Троицкого. А в районе Луганского задействовал БМП. Не прекращается огонь и на Донецком направлении. На позициях в Зайцеве побывал мой коллега Игорь Левенок. Поселок Зайцево, так называемая серая зона. За несколько сотен метров уже оккупированная территория. На подконтрольной украинской армии части населенного пункта собрались мирные жители. К ним приехали волонтеры и миссия Красного Креста. Раздают гуманитарную помощь. Продукты, средства гигиены, топливо. Ради безопасности гражданских наши армейцы через АБСЕ запросили у боевиков режим тишины на несколько часов. Но все зря. Оккупантам на это наплевать. Стрельба не утихает. Стрельбы такие, что были, не дай бог. Вечером хорошо стреляли. Оттуда. Бойцы говорят, у врага накануне произошла ротация. Поэтому новоприбывшие боевики пристреливаются. Уже сутки палят непрерывно. Это так называемое перемирие с их стороны. Это больше похоже на СП. Солдаты говорят, после объявления режима тишины, боевые действия должны прекратиться. Тогда обычно обе стороны пытаются укрепить свои позиции. Это логично. И так поступают по правилам войны. Но у врага свои каноны. Они захочут стрелять, стреляют. Не захочут, не стреляют. Когда мы делаем инженерные работы, то у нас постоянно мы под обстрелом в независимости. Независимость – яскравый пример. Вот сейчас вы чувствуете выбухи. И если появляется где-то установлена видеокамера, или ведутся работы, как в данном случае работает экскаватор, то также раздаются выбухи, идут обстрелы под постоянным огнем. Увеличение количества обстрелов солдаты связывают еще и с очередным гумхонвоем. Говорят, на днях из России боевикам подвезли боеприпасы. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. Подробности – телеканал «Интер». В Черкасах начали допрос свидетеля по делу Валерия Костенко. Это командир Луганского Беркута. Его обвиняют в том, что он и его подчиненные жестоко расправились с майдановцами возле здания обл. администрации 27 января 2014 года. Тогда пострадали десятки человек. Сам Костенко за год ни разу не явился на процессе. Почему? Расскажет Станислав Кухарчук. Это громкое дело времен революции. Достоинство рассматривается почти год. Но общественность к процессу равнодушна. Уже традиционно в зале только потерпевшие, свидетели, прокурор и адвокат. Валерий Костенко, обвиняемый в превышении служебных полномочий, препятствований журналистской деятельности, ни на одно заседание не появился. Судья требует у прокурора подтверждения официального вызова Костенко в суд. Прийти на заседание и даже приехать на подконтрольную Украине территорию Костенко вряд ли решится. Сразу после начала противостояния на Донбассе Луганский-Бергут. В полном составе вместе с командиром перешел на сторону боевиков. Этим подразделением Костенко командует до сих пор. А это кадры, на которых в 2014-м те же спецназовцы избивали майдановцев в Черкассах. Тогда дубинками избивали не только митингующих, но и журналистов. Та съемка для оператора Сергея Ефимова закончилась разбитой камерой. Лишь чудом ему удалось избежать избиения. По делу Сергей проходит как свидетель, ведь он лично столкнулся с командиром Луганского-Бергута. Адвокат обвиняемого выясняет, мог бы он сейчас узнать Костенко. Но вот голос Костенко, уверяет Сергей, узнает хоть сейчас. Правда, признается, если бы дело так долго не затянули, свидетельствовать ему было бы значительно легче. То, что Валерия Костенко ждет обвинительный приговор, прокурор более чем уверен, доказательств хватает. Вот только решение будет заочно, и шансов, что он реально отсидит срок, крайне мало. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкассы. Вы смотрите подробности, и вот, что у нас во второй части. Гости в Балаклавах в Киеве за одну ночь разгромили и ограбили сразу несколько игорных заведений. Кто за этим стоит? Спасите Хауба. В Альфах ищут пропавшего немецкого миллиардера. Несчастный случай или преступление? Винницкие школьники решали свои вопросы с помощью газового баллончика. В итоге пришлось эвакуировать около полутысячи учеников и учителей. По предварительным данным, одного школьника доставили в больницу. Еще пятерым, которые жаловались на сжение в горле, медики оказали помощь на месте. Как позднее выяснила полиция, между подростками возник спор. Один из них достал баллончик и распылил газ. Ночь погромов. В столице неизвестной разгромили сразу несколько игорных заведений неподалеку от железнодорожного вокзала. Это произошло около часа ночи. По словам очевидцев, 10 налетчиков приехали. Они на микроавтобусе. Все были в балаклавах, вооружены автоматами. Разбили мебель, аппаратуру. Забрали деньги из касс. Никто из посетителей не пострадал. Почти на 2 миллиона гривен оштрафовали харьковского блогера Анну Кривуц, известную в соцсетях как Анна Денджер. Суд признал ее виновной по статье уклонения от таможенных платежей. А в государственной фискальной службе насчитали 1 миллион 750 тысяч невыплаченной суммы. Документ с постановлением публиковала в соцсети бывшая сотрудница патрульной полиции Ляна Теремкова. Ранее патрульные не единожды пытались привлечь Анну Кривуц к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В ответ она подавала жалобы в прокуратуру. Ожившие долгострои в Харькове начали активно возводить объекты, которые горожане ждут десятилетиями. Это филармония и две новые станции метро. Что уже успели сделать и когда открытие узнаем от Светланы Шекеры. На стройке Харьковской филармонии кипит работа. Возводят новый вестибюль. В зале рабочие завершают декорировать стены и балконы. Реконструированный зал филармонии будет выглядеть так, как в 19 веке. Сегодня уже мы видим, вот атлант лежит, который ждет своей участи держать балкон. Вот мы видим головы кариатит, которые тоже поддерживают балкон, их руки. Вот тут вы видите уже совершенно четкие очертания колонн. Здесь пел Шаляпин и танцевала Майя Плесецкая. Теперь зал оборудуют по последнему слову техники. Установят специальную ракушку для лучшей акустики и трехуровневую поднимающуюся оркестровую яму. Мы можем увеличивать площадь посадочных мест в зале. Мы можем его менять конфигурацию зала в зависимости от того, что идет в зале. И можно сказать, что этот зал будет по типу американских, многофункциональный. Спорится работа и на строительстве Харьковского метрополитена. На глубине 8 метров сварщики устанавливают арматуру, которая будет держать стены будущего тоннеля. Первые 100 метров уже проложены. Мы добрались до грунта, потом у нас щебеночная подготовка, потом бетон, потом изоляция. Глава облгосадминистрации Юлия Светличная говорит, эти два объекта люди ждали десятилетиями. Мы строим много на Харьковске. Два больших строительных проекта. Это филармонийный комплекс, на которых харьковцы ожидали 10 лет назад. Это примерно 1500 мест. Три функциональные зали. Первый был открыт современный органный зал 2016 года. Реконструируем камерный зал, а также большой зал филармонии, примерно на 800 мест. Будение метрополитена за собой несет открытие двух новых станций в бок аэропорта, а также значительное уновление рухомого склада. По плану, две новые станции метрополитена, Державинская и Одесская, примут первых пассажиров уже в 2022 году. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интерхарьков. Отсутствие нормального водоснабжения, некачественная медицинская помощь и бездорожье. Жители Килии Одесской области сегодня обсуждали, как можно решить все эти проблемы, поскольку шанс что-то изменить появится буквально через неделю, когда во многих районах страны пройдут выборы в объединенные территориальные громады. Территория Килийской объединенной громады – это город на Дунае и несколько прилегающих сел. Некогда крупный промышленно-транспортный узел сегодня в упадке. Предприятия закрылись, многие уехали за границу на заработки. В местную казну, соответственно, отчислений не поступает. Отсюда проблемы. Разбитые дороги, больницы в ужасном состоянии, как и коммунальное хозяйство. Хлебзаводов нету, строительных организаций нету, завод судоремонтный на грани остановки, порт тоже там еле-еле работает. Как и многие жители, Владимир верит, что предстоящие выборы в ОТГ помогут изменить положение дел. Аграрная партия выдвинула на них 34 кандидата в депутаты горсовета громады и своего претендента на пост главы ОТГ. У нас полностью сформирована команда. У нас есть те люди, которые работают на заводе, начальники механических цехов. У нас есть юридическая команда, руководители сельхозпредприятий. Мы простые люди, которые тут живем и никуда не уезжаем. На митинг в центре Килии сегодня приехал и лидер огражденной партии Виталий Скоцик. Главная особенность политсилы, по его словам, это то, что она состоит из людей, до недавнего времени не занимавшихся политикой. Мы считали, что наибольшим уровнем патриотизма есть наибольший уровень профессионализма. То есть, работать на своем месте, создавать рабочие места. Когда мы подняли голову, мы увидели, что за этот период времени, пока мы так работали, государство на самом деле никто не строил. Поэтому вот эти люди, которые были поза политикой, сегодня влились в аграрную партию для того, чтобы победить на выборах и не стать ответственными за жизнь людей сегодняшнего дня тут. Сейчас кандидаты составляют своеобразный реестр насущных проблем Килийской громады. Ходят по домам и спрашивают у людей, чтобы после выборов начать искать решение. Наша задача зайти в каждый двор и у каждого узнать его проблему, как он видит ее решение и совместно уже разработать план действий совместно с людьми. И под их контролем это делается. В общей сложности предстоящие выборы пройдут в Украине в 40 объединенных территориальных громадах. Голосование состоится 29 апреля в следующее воскресенье. Константин Редин, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер, Одесская область. В Харькове разоблачили аферистов, которые занимались легализацией иностранцев в Украине. Во главе этой группы стоял ректор одного из местных вузов. Схема работала так. Иностранных граждан фиктивно регистрировали в учебном заведении, и потом они получали временный вид на жительство на основании студенческого билета. Стоила такая услуга 850 долларов. Правоохранительность считали более 100 псевдоучеников. Некоторые из них жили в Украине по 10 лет. А подозреваемому ректору теперь грозит до 7 лет лишения свободы. Деякі студенти в лапках, яких допытывали слідчі, навіть не змогли повідомити, де саме ж знаходиться їх вищий навчальний заклад, і куди ж саме вони ходили останні там 5, 7, 10, а деякі студенти навіть 15 років. Ямы всеукраинського масштаба. Это когда выбоины каждые 100 метров, і порой выбратися із них самостоятельно невозможно. Мої колеги попытались не оставити колеса своїх машин в Черкасській області. Це транса Київ-Знаменка, участок в Черкасській області. Машини едва їдуть, яма на яме, ноги глибиною до полуметра. Антон, дальнобойщик, за рулем 29 лет, утверждає, с кожним годом дороги становятся только хуже. А що показати? Плакати треба от таких покрытий. Диски погануть, вон с той сторони можна подивитися, видно. Тресури ломаються потихеньку, иногда. Сьогодні п'ять районів Черкасської області проінспектирував народний депутат Сергій Рудик. Для цього сел за руль вот цього внедорожника, який готовив для відправки в АТО. Таким станом дороги, як є сьогодні в Україні, проїхати по багатьох, особливо місцевим дорогам, можна тільки на такому. Я його називаю драком. Історія його проста. Він задумався як подарунок нашим добробатам за перший збитий російський танк на територію України. Але як тільки ми його перевели до пуття, почалися так звані Минські перемирії. Этот внедорожник с лігкостю покорял Карпати. А вот разбиті дороги в Черкасській області для нього стали настоящим испытанням. Тому що потрапляти в яму, можна взагалі колісо розірвати. І втрунули по чуть-чуть, кілометрів 40 на годину. Та машина проходила. Ні латання ям, ні асфальтування отдельних участків проблему цих дорог не решить, уверен Сергій Рудик. Відь це і так делают кожний год і таким образом закатують мільйони гривень. А вже весною ями опять появляються. Тільки значительно більше. Якщо ми будемо йти шляхом ямкового ремонту, який ви зараз бачите, я свідомо не придумав. Ми таке саме бачили сьогодні в Канівському районі, біля Мошин. Ми проїхали вже Городичинський район, проїхали Коржинський район. Там, де робиться ремонт таким способом, це дорога в нікуди. Тому наполягаємо на місцевій владі і на районній владі. Немає значення, хто утримувач бюджетних коштів. Треба зробити раз і назавжди і 10 років до цієї тематики не повертатись. Проінспектирувати все трасси в Україні – таку задачу поставив перед собою нардеп. Но главное – донести до властей всех уровней, що кожну дорогу потрібно ремонтирувати капітально, а не обходиться полумерами. Елена Бринцева, Владимир Кувакин, подробності, телеканал «Интер», Черкасська область. Несчастний случай или похищення в швейцарських Альпах бесследно пропал один із самых влиятельних і состоятельних бизнесменів Германии. Що произошло с миллиардером, выясняла Татьяна Лугунова. Чотири дня поисков і все безрезультатно. В Альпах іщут одного із самых богатих людей Германии. Владелец сети хозяйственних і строительних магазинов пропал на прошлой неделе. Карл Хауп отправився в горы покататься на лыжах і ісчез без следа. В последний раз его видели на лыжной станції на территории Швейцарії. Поэтому сначала мы проводили поисковую операцию в этом районе. Сейчас радиус расширен. Мы іщем і на территории Італьянських Альп. Пока что у полиції есть только версии. Мільярдер мог заблудиться, пострадать во время схода лавины или получить серьезную травму в результате падения. Поисковую операцию усложняет и плохая погода. В Альпах сильный ветер и идет снег. Поиски постоянно приходится прерывать. Из-за снежного шторма и угрозы схода лавин. В операции задействованы 50 спасателей из техники вертолеты. А там, где невозможно лететь, мы передвигаемся на снегоходах. Не исключено также, что Хауп стал жертвой похищения, либо покушения. Родственники рассказали, что он всегда брал с собой телефон и оставался на связи. Но в этот раз, сразу после исчезновения, мобильный бизнесмен оказался выключенным. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Свободу президенту сотни людей в брасильском Сан-Паулу требовали освободить бывшего лидера страны. Луиса и Насио Лула де Сильву приговорили к 12 годам заключения по обвинениям в коррупции. Однако сторонники экс-президента требуют изменений в законодательности. Верховный суд страны на днях должен их рассмотреть. И если документ одобрят, подозреваемый сможет находиться на свободе, даже если его признают виновным, пока все возможные суды не отклонят апелляции. Митинги в поддержку Лула де Сильвы прошли также в Аргентине и Урвай. Иран и Саудовская Аравия – мировые лидеры по количеству смертных казней. Далее идут Ирак и Пакистан. Это данные из ежегодного доклада правозащитной организации Amnesty International. Между тем, общее количество смертных приговоров сокращается. За минувший год в мире провели 993 казни. Это на треть меньше, чем в 2015 году. Впрочем, в докладе не учли смертельные приговоры в Китае. Там их выносят немало, но это засекреченная информация. Сколько стоит билет на Марс и как в Северной Корее будут праздновать день рождения вечного лидера Ким Ир Сена? Обо всем этом прямо сейчас. 19-летний Николас Круз, открывший стрельбу в школе американского города Парклэнд, хочет пожертвовать свое имущество семьям погибших и выжившим после трагедии. 14 февраля он расстрелял 17 человек. По данным СМИ, парень вместе с братом полгода назад получили наследство от приемной матери 800 тысяч долларов. Тур-полеты в космос планирует организовать компания SpaceX. Корабль Big Falcon Rocket сможет одновременно перевозить до 100 человек и доставить пассажиров на Марс или в любую точку земного шара. Стоимость такого путешествия в космос измерима с ценой билета на трансатлантические рейсы экономы и бизнес-класса. NASA предлагает виртуальные экскурсии по космосу. Агентство опубликовало тур по Луне, используя съемку станции. На видео можно увидеть кратеры, полюсы спутника Земли, а также место посадки миссии «Аполлон-17». Кроме этого, NASA опубликовала 3D-анимацию северного полюса Юпитера с циклонами, диаметр которых более 4,5 тысяч километров. За гран-при Каннского фестиваля будут бороться 18 фильмов. Среди них кинокартина польского режиссера, получившего Оскар за лучший фильм на иностранном языке «Холодная война». И лента американца Спайка Ли, который не участвовал в Каннском фестивале 20 лет. В основной программе есть картины и китайского режиссера. Фестиваль стартует 8 мая. Северная Корея отмечает день рождения Ким Ир Сена. Его официальный титул – вечный президент. Хотя основатель КНДР умер почти четверть века назад. 106-ю годовщину рождения лидера празднуют неделю. На концерты приехали артисты из России, Беларуси и даже из Франции, Испании и Португалии. 10 тысяч предметов интерьера пустит с молотка парижский фешенебельный отель «Риц». Два года назад дизайн здания, которое уже более века принимает гостей, полностью изменили. А оставшуюся мебель 20-го века решили продать. Среди лотов кровати 30-х годов первая в отеле ванная и мебель из номера, в котором когда-то останавливалась Коко Шанель. Британский репортер упал в бассейн во время прямого включения. В австралийском городе «Голд Кост» он брал интервью у пловцов, но вдруг подскользнулся и свалился в воду. Впрочем, журналист не растерялся и пошутил, мол, потерял концентрацию из-за ярких медалей спортсменов. И посоветовал зрителям быть внимательными в бассейне. Это все новости на сегодня. Завтра в четверг итоги этой недели в этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. И я желаю вам хорошего вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова